Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Природа Будущего. Я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу вам назвать 6 неотложных дел сентября. Первое, друзья, плодовый сад. Порадовал нас в этом году урожаем, отдал нам с гордостью все плоды. Теперь наша задача позаботиться о саде. Что мы должны с вами делать? Первое наше мероприятие, конечно, обработка. Обработка деревьев от болезни вредителей. Это еще не искореняющая обработка. Сейчас пока еще температура у нас держится в диапазоне положительном и высоко положительном. Поэтому можно совершенно спокойно сделать баковую смесь классическую и обработать сразу одним ударом. Можно использовать любые препараты, которые вы доверяете. Пожалуйста, только перед тем, как смешивать, проверьте на совместимость. И такую обработку мы делаем однократно, если это химические препараты. Если это у вас органические, биологические, то тогда двух обработок более чем достаточно с интервалом, скажем так, в 10 дней. Помимо всех названных препаратов, еще можно от болезни использовать серебромедин, друзья. Буквально 40 мл на 1 литр воды и обрабатываем в сад от болезни. Ну а от вредителей можно использовать мак. Мак у нас работает, есть от клеща и есть от белокрылки. Пожалуйста, особенно можно обработать и в теплице, если у кого еще есть такая проблема. Когда температура воздуха у нас будет ближе к 5 градусам, когда упадет лист, мы с вами проведем еще искореняющую обработку различным купоросом. Это или будет медный купорос, или железный купорос, друзья. Не забудьте, пожалуйста, что сейчас еще после того, как упадет лист, уже самое время бороться с хами-лишайниками. Потому что, ну скажу так, что мхи и лишайники – это зло для дерева. Поэтому не забывайте провести обработку против мхов и лишайников. Самый лучший препарат, конечно, это железный купорос 4% кисточкой по этим мхам и лишайникам. Второе наше важнейшее мероприятие, друзья, это подкормка. Подкормка всего плодового сада. Не забывайте, не только плодового сада, а вообще всех деревьев, кустарников в саду. Поэтому не забывайте, что вот именно хорошее кормление – это залог на следующий год хорошего урожая. Но только не нужно оттягивать слишком долго. То есть вот буквально первые числа сентября, и уже мы с вами вносим удобрение. Потому что если мы с вами внесем удобрение слишком поздно, деревья просто не успеют все это взять, напиться, наесться. Поэтому мы должны покормить вовремя, не затягивать эту процедуру. Сейчас самым главным удобрением, наверное, будет у нас, кто использует минеральное удобрение, то удобрение с формулировкой «осеннее». Если вы используете органическое удобрение, тогда не забудьте. Компост, перегной, зола – вот ваши друзья, которые мы вносим. Также можно внести сапропель, пожалуйста, и можно покормить деревья. Отличной альтернативой, если минеральное удобрение, то удобрение «Ракета», которое прекрасно кормит деревья и с ней легко работать. Это новинка биокомплекса. Пожалуйста, совершенно спокойно можно им воспользоваться. Ну, а те, кто еще у нас собирает овощи, потому что страна у нас большая, на юге еще мы прекрасно собираем овощи, да и, в принципе, у меня еще овощи висят. Я так еще надеюсь на бабе лето. Сейчас самое время покормить биококтейлем осенним, для того, чтобы помочь растениям быстрее вызреть, покраснеть. Ну и в теплице тоже можно использовать биококтейль осенний. Третье наше важнейшее мероприятие – это подготовка грядок к будущему посевному сезону. Именно сейчас, уже осенью, когда мы с вами собрали весь урожай, мы можем восполнять питательные вещества, то есть вносить берегной, компост, можно сапропель вносить. Пожалуйста, все это прекрасно будет работать на следующий сезон. Ну а те, кто приверженцы у нас химических удобрений, пожалуйста, можно использовать различные удобрения с формулировкой «осенние». Вносим в грядку их. Так, теперь еще один очень важный момент – подготовка плодового ягодника наших. Клубника, друзья, это четвертое мероприятие важное. Те, кто еще не обрезал усы, еще понадеялась, что все успеет, друзья, обрезайте усы, не отправляйте с усами растения на зимовку, потому что вот такие вот маленькие розеточки тянут тоже из маточника много сил. Поэтому вот уделите сейчас внимание. Но те, кто еще не обработал клубнику от болезни вредителей, тоже еще пока у нас температура позволяет, обработайте. Тем же самым серебромедином, пожалуйста, можно все обработать от болезни. А от вредителей можно использовать маги или какие-то другие препараты, которым вы доверяете. Пятое мероприятие важное – посадка деревьев, друзья. Осень – это самое лучшее время, когда мы с вами сажаем деревья. Поэтому не забудьте, пожалуйста, сейчас очень важно подготовить в начале сентября хотя бы яму и буквально дать ей постоять хотя бы неделю и потом уже приступить к посадке. Осенняя посадка – это смородины, крыжовника, яблок, груш. То есть все семечковые мы совершенно спокойно можем сажать осенью. А вот косточковые лучше перенести на весну, особенно если вы житель средней полосы. Можно, конечно, попробовать, но все-таки риск именно косточковых, что они у вас подмерзнут, очень высок. Поэтому я рекомендую вам все-таки высаживать косточковые именно весной. Шестое наше мероприятие – подготовка к подзимним посевам. Это тоже одно из прекрасных мероприятий осени, когда мы с вами в октябре месяце сажаем чеснок и высеваем подзимние посевы различных семян зелени, салатов, то есть луки различные. То есть все мы можем с вами посеять под зиму. Кстати, можно посеять и цветы. Поверьте, подзимние посевы гораздо крепче, чем весенние, потому что влаги много и когда семена проходят стратификацию, они прорастают гораздо, ну самые сильные прорастают и дают, в общем-то, урожай прекрасный. У меня на сегодняшний день все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч. И не забудьте, что для подписчиков канала «Природа будущего» на канале в интернет-магазине «Природа будущего» 10% скидка абсолютно на все продукты, которые выпускает биокомплекс, в том числе и те, которые я сегодня вам назвала. Так что всем хороших покупок, хороших урожаев, а я прощаюсь с вами и до новых встреч.